Доброе утро! А также Лариса Шитов, это администратор агентства недвижимости Евро и Мобил, который сегодня расскажет и будет отвечать на мои различные вопросы касаемо недвижимости. Доброе утро! Давайте сразу к теме. В вами был подготовлен специальный обзор, в нем указаны цены, различная информация касаемо рынка недвижимости. Мы к нему чуть-чуть позже вернемся. А вот что касается самого рынка недвижимости. За последние полгода сильно ли он изменился, по вашему мнению? Существенных изменений за последние полгода на рынке недвижимости не произошло. По той простой причине, потому что срок довольно маленький. И в этот промежуток времени самые активные месяца, как правило, апрель и немножко мая. Следующий период, который уже следует после этого, это уже август. Чуть-чуть сезонные колебания происходят. Зависит ли это от, может быть, курса Лея? Потому что Лея у нас, к сожалению, постоянно не уверенно себя чувствует на рынке. То падает, но все равно падает в последнее время. И меняются ли цены квартир из-за этого тоже? Очень хороший и актуальный вопрос. Но мы не будем спекулировать и скажем вам напрямую, что у нас все-таки цены традиционно зафиксированы в валюте. Как правило, в евро. И поэтому большого влияния на вторичный рынок, то есть те квартиры, которые уже были построены до 90-х годов, оно никак влияет, не влияет вообще. На новострой частично может быть, но там очень незначительное может быть изменение. Все в рамках разумного получается. Ну, если вот молдавская экономика будет развиваться в том ключе, в принципе, как она развивается дальше, в принципе, можно сказать, что и рынок недвижимости будет двигаться в том же направлении. Не будет каких-то колоссальных падений либо изменений. Потому что, ну, ходят слухи, что квартира в ближайшее время очень подешевеет, в частности, в столице. Не могли бы так сказать, что они понизятся или повысятся, потому что все-таки складывается цена. Возьмем, например, да, себестоимость одного метра, она колеблется 300-350. Плюс земля 10%. Ну, где-то выходит 385. Плюс уже какая-то рентабельность или доход уже инвесторов. Это еще процентов 25-30. Ну, это выходит в пределах 500-520 евро. И вот от этого надо отталкиваться, как формируется цена. Тогда, пока я не забыл, сразу ответьте мне, пожалуйста, на такой момент вопрос. Очень часто сейчас, ну, в средствах массовой информации везде бьетует реклама, что продаются у нас где-то в удивительных местах квартиры чуть ли не за 10-15 тысяч евро. Вот в этом промежутке. Причем с ремонтом. Вот скажите, пожалуйста, реально ли это... Вот чтобы подчеркнуть, чтобы не повторять, что говорит Лариса, но подчеркнуть, на самом деле выход, то есть конечная цена, на самом деле от 400 до 500 евро за один квадратный метр. Все, что ниже, то есть этой цены, все, что ниже этой цены в новостроях получается, то это уже какие-то промо-акции. То есть это носят единичные характеры. Не может просто сам застройщик производить такой продукт, который, он, по крайней мере, получается ниже себестоимости, себе в убыток. Это просто как промо-акции. Давайте мы тогда вернемся к вашему обзору. Начнем, наверное, с количества новых зданий, которые построены в нашей стране было за эти полгода. И продолжается ли строительство новых зданий, новых квартир? Получат ли потребители новые квартиры в ближайшее время? По новым зданиям, то есть по новострою, картина довольно интересная. Практически объектов за эти полгода незначительно, то есть только два новых объекта появилось, всего их сейчас 187. Значит, на первом месте это, как всегда, центральная часть города, потом лидирует Ботаника, Рыжкановка, Чиканы и, соответственно, Буиканы. По очень интересной сейчас тенденции, за счет того, что развивается хорошо периферия города, то есть Буиканы и Чиканы, там очень много есть предложений на первичном рынке. И за счет этого сейчас есть маленькое падение в районе около 3-4% за счет очень большого предложения. В данный момент в этих районах выгодно покупать недвижимость, получается? Да, да, выгодно. Средняя цена там сформировалась где-то в промежутке от 550 до 580 евро за квадрат. А если говорить об других районах, вот сколько примерно сейчас, какая сейчас стоимость за один квадратный метр? Если мы говорим в общем, чтобы не нагружать, это в районе 600 евро. 600 евро, да, это по новострою. 600 евро за квадратный метр. По вторичному рынку это получается где-то сейчас у нас 657, ну 655. Разрыв всегда между вторичкой и первичкой, грубо говоря, около 50-55 евро. Вот вы назвали разные районы города. Наверняка многие, ну, возможно, большинство людей покупают квартиры надолго, да, не думают спекулировать на этих квартирах и зарабатывают деньги. Но, возможно, есть такие категории людей, которые планируют в ближайшее время сменить место жительства на более лучшее. Может быть, в каких районах стоит покупать квартиры, чтобы они не обесценились в ближайшее время? Если можно такие данные вообще назвать. Вы имеете, наверное, в виду инвестировать, да, в какую-то недвижимость, чтобы потом приносило доход. Да, да. Очень хорошо покупать квартиры, ну, конечно же, это центр, который сдается иностранцам. Там ценности стабильные остаются. Да, там всегда в спросе, всегда. Но и в центральных частях каждого сектора, да, такие улицы, как, если это Ботаника, то это Дача, там... Это Рыжка, ну, Камосковский проспект, получается. Да, да, Камосковский, да, там, если Буйкан, то Албаюля и вот эти вот центральные улицы. Там, где есть хорошая инфраструктура, где можно легко добраться, где освещенность, все у нас на таком достойном уровне. Я думаю, что это исчерпывающие данные. Мы вернемся к нашему общению чуть позже, сразу после прогноза погоды. К нам, студия. Чтобы не обращать внимание на погоду, конечно, хорошо, чтобы была крыша над головой. Продолжаем наше общение. Сегодня мы говорим о недвижимости, о ценах на недвижимости, о том, как рынок недвижимости меняется в силу таких вот экономических колебаний, которые происходят в нашей стране. Продолжаем нашу беседу. И вот хотел бы еще затронуть тему тоже вашего обзора, касаемо данных насчет квартир. Может быть, я не совсем правильно предположу. Серийные квартиры. Что это за квартиры и какие квартиры к ним относятся? Да, правильное название. Серийные квартиры. Это относится к квартиры, которые были построены, начинают в 50-х годов и до 90-х. Это Сталинки, Хрущевки, Брежневки. Скажем, тоже старые квартиры, которые давно уже существуют. И потом уже как серийные идут уже МС, 143-я, 135-я, 102-я. Вот такие вот квартиры, которые называются серийными. На них и тоже существуют различные данные, и цены также меняются, насколько я понимаю, с сезона к сезону. Конечно, там и в дом какие-то котельцовые идут, какие-то бочные, панельные. Это все разница. Можете назвать данные касаемо серийных квартир, также касаемо обзора цены и, может быть, количество их на рынке. Да, смотрите, даже по секторам у нас есть на квартиры серийные. Если на Чеканах варьируют от цены 616, то в Центре это 753 за квадратный метр. Ботаника 671, Рыжиканка 682, соответственно, Буйканы 641, Старая Почта 588 и Телецентр 647. У меня вот вопрос не совсем понятный. Почему серийные квартиры стоят дороже, чем Новострой? Я вам скажу, почему. Смотрите, потому что в Новострой человек, когда должен ехать, он должен хоть делать какой-то минимальный ремонт. Он не может ехать в белый вариант. Если это серийная квартира, там какой бы минимальный ремонт не был, там есть жилые условия. И она сразу же приносит доход, используется уже. Если ты вложил деньги, немножко его ремонт так подправил и можешь давать. Хорошо, мы эту тему разобрали. И я думаю, что наши зрители нас услышали. Еще одна новость недавно проскользнула в прессе о том, что в нашей стране появилась униуня агентства иммобилиари в Республике Молдовы. Своеобразное агентство союза недвижимости. Агентство, которое теперь в едином целом. И существует сайт, где можно ознакомиться со всей информацией. Раду как раз является и за президентом данного союза. Расскажите просто, что это за союз и для чего он был создан вообще? Ну, я подправлю. Униуня, чтобы не переводить, униуня агентство иммобилиари. Это вообще идея витала в головах нескольких директоров агентств еще с прошлого года. И у нас в кадре выставки иммобил Молдова осенью, когда мы встретились, то есть потом уже встретились уже весной этого года, решили все-таки и создали эту униуню. На сегодняшний день туда входят 7 компаний. Компании с общим стажем, то есть более чем 5-7 лет. Общее количество уже кумулативно агентов получается где-то около 150 всех вот этих 7 компаний. Смысл объединения это улучшение качества, то есть улучшение предоставляемых услуг именно потребителям. То есть это в основном для того, чтобы потребитель мог рассчитывать на качественные услуги и на услуги профессионалов. Будет ли количество этих компаний увеличиваться в ближайшее время, может быть в будущем? На сегодняшний момент мы ведем, то есть как сказать, не то же переговор, а то есть встречаемся активно в неформальной обстановке со всеми агентствами или со всеми агентами, которые занимаются деятельностью по недвижимости. Да, и конечно мы увеличиваем и стараемся. И сейчас на выставке, которая у нас, не хочу забегать вперед, которая будет по недвижимости в октябре месяце, мы планируем, то есть пригласить инвесторов именно строительной компании с ближнего и дальнего зарубежья и постараемся с нашими партнерами Polyproject Exhibition сделать, чтобы выставка Immobil была международной. То есть это наша идея, идея Uni Uni, сделать выставку нашей международной. Много ли, может быть, иностранных инвесторов интересуется нашей земельной площадью? Будут ли появляться новые, может быть, какие-то застройщики, новые дома, которые будут строиться? Они сейчас интересуются, то есть на сегодняшний момент у нас есть застройщики, которые являются как Joint Venture, то есть совместные компании с кем-то. Но мы хотим немножко другой вариант предложить. У нас есть граждане, которые посылают, как идея, детей свои на учебу. И некоторые, допустим, могут иметь возможность купить эту недвижимость. То есть мы хотим, забегая вперед, пригласить этих застройщиков, то есть как с европейской части, как с восточной части, для того, чтобы они приставились на этой нашей выставке, сделать нашу выставку международной. Понятно. Я хотел бы сказать, для тех, кто, может быть, не знает, у вас также есть сайт, UniuniImmobiliar.md, где можно зайти и найти всю необходимую информацию. Данный сайт сейчас в разработке, где-то в ближайшее время там будет появиться, то есть единый реестр, значит, всех агентств, которые входят непосредственно UniuniImmobiliar. И помимо этого там будет единый реестр и всех объектов недвижимости. То есть раньше получилось так, что, допустим, для того, чтобы потребитель мог выбрать какой-то единый объект, он должен был зайти, допустим, на наш сайт, на сайт другой компании и так далее. А сейчас он сможет все на одном месте, то есть на этом портале увидеть все, то есть это удобно, концентрация, и сразу же увидеть весь спектр. Ну, причем компании все с проверенными уже именами. Совершенно верно, да. И цель такая, что там информация, будем стараться, не ошибаясь, кто-то ничего не делает, будем стараться, чтобы информация была проверенная, чтобы она не дублировалась с самыми лучшими предложениями. Итак, в завершение нашей беседы хотелось бы подвести итоги. Стоит ли сейчас, может быть, даже в это летнее время, у кого есть возможности финансовые, приобретать квартиры? И если стоит, то, может быть, вы еще раз подскажете, в каком районе это лучше сделать? Может быть, есть какой-то район, который сейчас просто на пике своей популярности среди покупателей? Ну, конечно, стоит покупать, потому что покупка нового жилья – это всегда вносит какой-то позитив. Кто-то расширяется, кто-то, наоборот, из большей площади переезжает в меньшую. Кто-то какие-то меняет районы, опять же, да. И всегда жилье – это приносит радость и какой-то комфорт. Ну, я, может быть, так чуть от темы отойду. Вот касаемо квартиры мы много всего обсудили. А вот дома продаются ли у нас в Кишиневе дома, может быть, именно… Дома продаются, но сейчас спрос на дома очень такой специфический. Если раньше, пару лет назад, в основном пользовались спросом, то есть большие какие-то дома… Двух-трехэтажные. Да, двух-трехэтажные. То есть сейчас самая стандартная площадь – это в районе до 150 метров. 120, 140, 130. То есть все-таки пытаются вкладывать деньги в необходимую площадь? Компактную, да. Компактную. То есть для того, чтобы можно было использовать на Систонии. Так, что человек живет в одной комнате, а в некоторых комнатах дома… А услуги оплачут за весь дом. И зимой это накладно. Я благодарю вас, что были у нас в гостях. Вам спасибо. Представь, кто у нас сегодня отвечал на наши вопросы. Это Раду Шитов, вице-президент Нюни Аджентилор Иммобилиарии Републики Молдова, а также Лариса Шитов, администратор агентства недвижимости Евроимобил. Спасибо вам еще огромное. Надеюсь, вы любите кофе. Компания Якрос, наши партнеры, дарят вам эти две баночки замечательного кофе. Пейте по утра, ставьте на наш телеканал. Спасибо. И надеемся, что увидимся в ваш следующий отчет о недвижимости через полгода, как минимум. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу, далее у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся.